здравствуйте друзья меня по-прежнему зовут александр паснова я очень рада приветствовать основном канале закринял цветочник сегодня у нас не совсем обычный ролик у нас будет такое короткое мини интервью и заодно анонс акции благотворительной у меня в гостях сегодня ольга представитель благотворительного фонда ты ему нужен ссылки мы все разместим под видео в закрепленном комментарии я снимала пару лет назад ролик как раз выпускал его перед первым сентября где очень-очень-очень возмущалась на тему акции запущенной дети вместо цветов где благотворительные фонды пропагандировали отказаться от цветов в пользу детей я считаю что нельзя мешать мухи с котлетами совершенно разные вещи и в том же ролике я рассказывала про то что вот на мой взгляд если мы не берем первоклашек вообще отдельная история оптимально и более целесообразно дарить большой букет от родительского комитета и в этом году ко мне обратился благотворительный фонд ему нужен ольга сейчас расскажет что за фон чем они занимаются и почему у вас родилась идея не вместо а вместе я вас слушаю и мы вас слушаем и так фонд ему нужен занимается тем что организует лечение тяжело больных палеотивных зачастую то есть это дети с тяжелыми заболеваниями системными неврологическими опорно двигательного аппарата госпитализации операции и самое главное с ребенком в это время находится няня дети маленькие дети не могут сами себя обслуживать и в больнице их невозможно лечить без сопровождающего наш фонд организует именно больничную няню которая долго бывает по восемь месяцев лежит тяжело больным ребенком и становится ему взрослым человеком близким человеком дети получают опыт привязанности опыт общения с человеком который о нем заботится и в дальнейшем зачастую мы помогаем нашим подопечным устраиваться в семью также нашего фонда есть такое направление мы помогаем детям которых уже устроили в семью это передышка приемные родители часто не могут выезжать со своими детьми в больнице потому что у них детей несколько не позволяет работа мы тоже организуем им помощь в виде няни я курирую именно ту линию которая касается сирот сейчас у нас на госпитализации есть и двухмесячная малышка которая будет находиться с няней на протяжении 15 дней и семилетняя девочка с тяжелыми пороками развития и проблемами с сердцем которые сейчас лечится наш фонд работает по всей стране дело в том что мы очень хорошо понимаем что на 1 сентября хочется преподнести любимому преподавателю букет цветов но в нашем штате есть бывшие учителя которые рассказывали что получали по 20-30 невнятных букетов от каждого из учеников и физически не могли разместить эту красоту в своих однокомнатных квартирах цветы стояли в ванной и мы подумали что это будет наверное здорово если мы скажем не дети вместо цветов а дети вместе с цветами наши подопечные большая часть из них никогда не пойдут школу во всяком случае не в этом году точно свое 1 сентября они встретят на больничной койке и только от нас с вами зависит будет ли этот ребенок в одиночестве состоянии оставленности брошенности или этот ребенок будет с няней поэтому что мы предлагаем мы тоже считаем что 1 сентября это праздник и обязательно будет букет цветов от нашего замечательного партнера по этой акции но об этом я думаю что александра позже скажет мы предоставляем воздушные шарики все необходимые раздаточные материалы для того чтобы дети и родители знали в какой акции они участвуют каждому ребенку будет выдан шарик сердечком на палочке и дети будут знать от нашего фонда что они своим участием помогают другим маленьким тяжело больным детям и мне кажется что это очень важно в такой праздничной легкой манере приучать наше общество наше будущее наших деток благотворительности при этом педагог тоже выигрыши получает прекрасный красивый букет цветов которые приятно поставить который украсит его дом и поднимет настроение поэтому мы совершенно не отвергаем скажем так идея что 1 сентября эти цветы но в то же время предлагаем участвовать нашей акции помочь тем кто не сможет пойти в школу ну и не сможет выйти из больницы но как минимум сможет неплохо провести время получить элементарный уход с нашей няней вы говорите у меня прям мурашки по коже на самом деле мы участвуем уже много лет благотворительности я считаю что это я не знаю какую силу воли нужно иметь чтобы курировать данное направление потому что это очень такая грустная печальная история но это часть нашей жизни безусловно и только мы принимаем решение пройти мимо и сделать вид что этого не существует либо кому откликается посмотреть и в эту сторону и в принципе без особых усилий без особых дополнительных затрат но действительно сделать доброе дело мы не знаем что нам зачтется но я уверена что такие дела обязательно зачтутся и как минимум плюс тысячи в карму будет каждому принявшему участие в закрепленном комментарии будет размещена ссылка на фон то есть это будет все равно через них не через нас те кто заполняют анкету на фонде это как правило должны быть представитель родительских комитетов вы тем самым озвучиваете свое согласие сделать доброе дело и в то же время не оставить учителя без цветов на праздник далее от фонда вам придет промокод на скидку я подумаю сейчас какая-то будет скидка но это будет не меньше десяти процентов то есть вся информация будет опять же вот представители фонда вы будете получать соответственно получаете к празднику большой роскошный букет но сейчас один из вариантов мы потом покажем в конце то что мы будем предлагать будет в два раза больше и половина собранных денег уйдет на цветы половину идет фонд на поддержку я считаю что это очень 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 важное дело как говорят многие сейчас люди кто занимается духовным ростом и духовным развитием что если каждый каждый из нас будет делать хоть немножечко добра то этот мир но не может не стать добрее лучше и светлее ольга спасибо вот лично от меня за то что этим занимается действительно преклоняюсь перед мужеством внутренним потому что у меня слезы на глазах пока вы говорили и я рада что вы ко мне обратились и я надеюсь что через youtube канал через яндекс джен через vk найдутся неравнодушные люди но вот в данном случае вы можете принять с нашей помощью в москве участие в этой акции по остальным городам запрашивайте фонд в том числе если вы представитель цветочного бизнеса можете написать фонд озвучить свое участие я знаю что меня смотрят очень многие цветочники и соответственно в вашем городе запустить вот эту вот не знаю как доброту доброту в этот мир спасибо что приехали раскаля фонде друзья не будьте равнодушными вам обязательно зачтется спасибо всем кто досмотрел это видео до конца надеюсь до новых встреч и надеюсь что добра в нашем мире будет с каждым днем только больше мы